Раз, два, три, вон еще! Недоброе утро! У нас очередное в городской области, очередной обстрел города Белгорода, долетели ракеты, разрушен фактически полностью детский сад. Отталкивайте, давайте, давайте, отталкивайте! Социальная напряженность в Шебекино растет, потому что, ну, главное, что мы не можем дать гарантию безопасности, обеспечить. И все вроде прилетов, понял. Зверствуют украинцы. Силинуетесь, твари, пану! Владимир Владимирович, давайте, выпускайте законы, это их негодяю, блин, не брать! И пусть, блин, сгорит пеплом! Тени люди, дядя, не знаю, каким они пеплом сгорят! Такое творить нельзя! Проживали за Донецку, вас, за людей, что эвакуируют за ним. Мы не думаем, что у нас такое коснется. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал не жизнеспособным, что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе и с Киевом. Можно и на восток, я знаю, что в Белгороде готовые пункты временного размещения можем принять. Умереть каждому предстоит обязательно, совершенно необходимо. Если умереть придется все равно, так лучше же умереть за Христа. Это же гораздо лучше, чем от рака в больнице, там в памперсах. Белгород в огне, друзья. Всюду слышны взрывы. Школа закрыта как минимум на неделю. Началась массовая эвакуация. Ситуация патва, поэтому губернатор Белгородской области сегодня утром выпустил экстренное сообщение. Более того, на закрытом завещании с Путиным глава Белгородской области произнес главные слова. Школа патовая. Мы не можем гарантировать безопасность людям. Россия не разрешает гражданским эвакуироваться из зоны боевых действий в Курской области. У людей паника. Путин готовит к обработке в Курской области. Друзья, мы обсудим все в этом блоге. Посмотрим все видео с Белгородской области, видео с экстренного закрытого совещания с Путиным. О том, что сейчас Путин находится сам в панике, вы посмотрите. Благодаря этому видео у него ходят желваки во время совещания. Друзья, поставьте лайк этому видео. У нас уже практически 300 тысяч. Давайте вместе сделаем эту цифру. Подпишитесь на мой YouTube-канал, поставьте колокольчик и напишите географию просмотров. Ну а просто сейчас мы начинаем с экстренного видеообращения губернатора Белгородской области, потому что город бомбят, город эвакуируют. У нас очередное в Белгородской области, очередной обстрел в городе Белгорода, долетели ракеты, разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгород. Это уже третье учреждение образования, два детских сада, одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы около непосредственной близости, большое количество повреждений. Поэтому в таких условиях на Харьковской горе в городе Белгорода в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе в городе Белгорода будут работать только в дистанционном формате. Друзья, конечно, вы смотрите все видео. Для меня это очень ценно, что мы с вами подготовили специально наши ректора нарезку. Видео, как бомбили Белгород, как сегодня были взрывы и как работала российское дырявое ПВО. Давайте посмотрим эти кадры, кадры возмездия. Раз, два, три. Вон еще, еще минимум два прилета. Не извиняйся. Моё ты, что ли? 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 Отталкивайте, давайте, давайте, отталкивайте. Не дайте вторую машину сгореть. Друзья, сделаем небольшую паузу и вспомним, что сегодня, когда жителям Белгорода прилетает каждый день, показывайте им это видео годичной давности, в котором сенатор-фашист Луговой дает обоснованное и обоснование ракетных обстрелов Харькова. Сколько еще должно умереть народа, чтобы народ осознал, какого монстра они скормили своим равнодушием? Давайте посмотрим. Фашист Луговой. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным, что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе и с Киевом. Можно и на восток. Я знаю, что в Белгороде готовые пункты временного размещения можем принять. Совершенно верно. По поводу пунктов размещения в Белгороде предлагаю досмотреть это видео. Белгород, сентябрь, 24-й год. Что они нам? И все вроде прилеты, поймут. И все вроде прилеты, поймут. Друзья, глава Белгородской области. На важном совещании лично с Путиным произнес главные слова. Мы не можем гарантировать безопасность людям. И благодаря вашему решению, Владимир Владимирович, посмотрите, все, что происходит справа в поле окне. Далее речь идет о тысячах пострадавших, раненых, переселенцах и приближающейся зиме. Она будет страшная для Белгорода. Вы видите эти кадры. Гарант безопасности Конституции не весел. У него на лице явные признаки резкого повышения артериального давления. Друзья, инсульт ходит где-то рядом. Я предлагаю посмотреть. Ну а Белгород, а Белгород обстреливают прямо сейчас. Смотрим, друзья. И социальная напряженность в Шебекино растет, потому что, ну, главное, что мы не можем дать гарантию безопасности обеспечить. Размещаем в пунктах временного размещения. В целом мы еще в 2022 году. У нас 17 тысяч мест развернуто. Сейчас в ПВРах у нас находятся области 2100. За пределами области тысяча человек. Сегодня, после сегодняшних событий, мы в Краснояружском районе переместили около 10 тысяч человек. И пункты временного размещения приросли еще порядка полторы тысяч. По вашему решению, Владимир Владимирович, мы имеем возможность на сегодняшний день за пределами Белгородской области. У нас лимит на 6,5 тысяч человек. Это те, кто имеет легкие ранения, у которых повреждено жилье или полностью разрушено. Сейчас 2800 человек находятся за пределами. Благодаря вашему решению, у нас сейчас 5,5 тысяч детей выехало за пределы. В целом за лето это порядка 15 тысяч человек, которые... Благодаря вашему решению разрушена Россия. Благодаря вашему решению разрушена Украина. Благодаря вашему решению вторжения в Грузию, Сирию. И вы знаете, что сделал Путин. А что Путин? А вот Путин. Посмотрите на его выражение лица, на его жилваки, которые ходят. А знаете почему? Потому что в своем фашистском государстве кадыровцы говорят следующее. Лучший полководец тот, кто побеждает, не сражаясь. Избегает от вооруженности Украины. Но срочников отправляют на погибель. Потому что что? Потому что... Да, объяснить, что когда он лежит и ждет прилета впередрона, то пусть стрельнет в себя, пусть не ждет, чтобы он был инвалидом. Да, расисты предлагают, чтобы, в принципе, россияне сами себя убивали. Срочники, контрактники. А церковь предлагает умереть ради Христа в бою. Это, конечно, тоже апогей расизма. Пока у Путина ходят жилваки. Пока Гурлю предлагает всех расстреливать. Пока расисты предлагают ликвидировать, самоубиваться россиянам. Церковь тоже предлагает умирать. РПЦ предлагает ради Христа умирать, идя на смерть. Святая Церковь сегодня учит, как должно воевать и побеждать в самой главной войне, в которой всякий христианин, вот прям с такого возраста, как только принесли его крестить в храм, он к ней уже предназначен. И эта война, она не может закончиться перемирием на какой-то срок. Или компромиссом. Я в чем-то уступлю и отстаню. Нет. Война за самое главное. Не за какие-то земные наши пожелания или приобретения, которые все очень временные. А война за то, чтобы быть на небе или в случае проигрыша оказаться во власти дьявола. Умереть каждому предстоит обязательно совершенно необходимо. Если умереть придется все равно, так лучше же умереть за Христа. Это же гораздо лучше, чем от раков, больницы, там, памперсов. Это гораздо лучше умереть за Христа. И потому этот щит вверх, он отразит все стрелы лукавых. Друзья, мы видели и вы видели на моем канале огромное количество видеоматериалов, посвященных Гундяеву, РПЦ. Мы с Марией Максаковой разобрали. Больше полумиллиона человек посмотрели это видео. Кстати, прошу вас, посмотрите. Посмотрите вчерашний материал о информации о смерти Лаврова и также блог о ударах по Москве, по России. Более 158 дронов. Это блестящий материал. Их посмотрело больше миллиона человек. Но вот вы откомментируете этого ПАПа, откомментируете заявление РПЦ. И в завершении этого блога я вам скажу следующее, что вот Россия на сегодняшний момент не разрешает гражданским эвакуироваться из зоны боевых действий в Курской области. Спикер оперативно-тактического группировки войск Северск Вадим Мысник говорит, что местные, они говорят о том, что хотят мира, что они вне политики, чтобы все прекратилось или дали им коридор, чтобы выехать из зоны боевых действий. Но Россия не дает. В завершении давайте посмотрим это видео местных жителей, которых вообще могут ковровыми бомбардировками стереть с лица земли в Курской области, потому что так считает Путин. Давайте посмотрим. А если вы будут сильные бомбежки кабами, вот этими управляемыми бомбами, которыми бомбят наши украинские города, вы будете здесь оставаться, если Россия начнет бомбить? Ну а куда мы денемся? Будете прятаться подвалом. Он подвал не спасает. От кабов не спасает. Что, они вообще сдуреют людей. У нас очень много здесь людей. Очень много. Куда им бомбить? Они что, с ума сойдут? Бомбить? Зачем бомбить? Кого бомбить? Город пустой, с людьми, с живыми. Не знаю. Я не знаю. Да, пока Лепс вместе с шаманом поют свою песню «Я счастлива», как никто, и получают 15, минимум, миллионов рублей, эти люди не получают и 10 тысяч рублей. Эти люди брошены своей страной. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал «Дашь счастливая». И, конечно же, поставьте колокольчик, чтобы первыми узнавать о моих видео. Посмотрите мои вчерашние видео. Каждый из них сделал больше миллионов. Мне интересно, комментарии, откуда вы нас смотрите, географию просмотров, из какого города. И напишите в комментариях несколько теплых слов поддержки Украины и вооруженных сил Украины. Смотрим на это кислое лицо Путина, у которого ходят жилваки. Завтра он будет в Монголии. Наверняка его не арестуют там, потому что это Монголия. Ну а сейчас мы завершим печальными, ужасными словами губернатора Белгородской области о том, что все пропало. Как у них все плохо, а дальше зима. Winter is coming. Слава Украине. Деревам славы, друзья. Победим. В понедельник вернемся к этому вопросу. Надеюсь, что обстановка позволит нам вернуться к тому формату, который обсудили вместе с учителями, вместе с родителями и приняли решение проводить учебу в очно-дистанционном формате. Детские сады в течение этой недели работать не будут, даже в режиме дежурных групп. Понимаю, что сейчас те, кто собирается на работу, это извещение, оно вызовет большую волну эмоций, куда нам дети ребенка. Поэтому, дорогие друзья, только что сейчас вернулся с места разрушения детского сада, львенок просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днем, когда там были дети. Спастись там, шансов не было бы ни у кого. Допускать такие риски никто не имеет права, ни родители, ни власть, поэтому решения принимать других не будем, обеспечивая безопасность наших детей. По поводу, куда временно разместить ребенка, в какое учреждение, если нет бабушек, дедушек, если нет возможности оставить знакомых, пожалуйста, украшу вас. Сейчас обращайтесь в Управление образования города Белгорода. Только что проговорил с главой, заместитель главы по социальным вопросам. Будем смотреть и оперативно снимать решение.